Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу вам о своих покупках, которые я совершила за последние, наверное, полгода. Если честно, я ужаснулась тому количеству покупок, которые я совершила. Все они не войдут в это видео. И, соответственно, если это видео будет популярным, будет пользоваться интересом зрительским, я запишу подобное видео еще в продолжении о своих покупках. В этом видео я расскажу так называемые, точнее покажу вам, я расскажу о так называемых своих концептуальных покупках, потому что мне есть чем с вами поделиться. Не столько, сколько как блогеру, сколько как человеку, который купил определенные вещи и может о них рассказать. Первая вещь, которую я купила, о которой я хочу вам рассказать, это сапоги Via Aroma 15. Эти сапоги очень популярны в Италии. Вы наверняка обратили внимание, что итальянки очень любят сапоги, которые так или иначе имитируют вот этот дизайн. И когда я не знала о Via Aroma 15, я думала, что это Валентина, потому что вот эти заклепки, они очень похожи на то, что делает Валентина. Единственное, что размер чуть меньше. Вот так выглядит сапог вблизи. Очень, кстати, хорошо выглядит. Это так называемая патогеничная вещь, потому что вблизи сапог выглядит как сапог. Эти сапоги стоят около 350 евро. Все зависит от дизайна. Чем проще дизайн, чем меньше украшений. Привет моим соседям с собачкой. Скоро я к ним наймусь собачку выгуливать, чтобы можно было погулять. Потому что мы сегодня смотрели Ординанса. Это новые правила. И было написано про все, что угодно. Про собачек, которых можно выгуливать. А вот как гулять с детьми, сколько родителей может присутствовать с детьми. Ничего не было написано. Возможно, уже к вечеру какая-то информация появилась. Так вот, эти сапоги очень популярны. И эти сапоги очень и очень подделывают. Почему я их купила? Потому что у меня есть очень хорошая знакомая. Она директор магазина. И она может не появляться в униформе. Она, что называется, цивильно одета всегда. И однажды я ее увидела в сапогах. И мне понравилось, как она была одета. И, кстати, об этом я вам рассказывала. Она была в подобных сапогах. У нее были джинсы скини, заправленные внутрь. И сверху была вот по силуэту напоминающая вот такая. И даже по вязке. То есть не очень плотная вязка. Желтого цвета, что-то махеровое, воздушное. То есть пышно сверху, узко снизу. И я спросила, какие у тебя классные сапоги? Она сказала, где она их покупает. Я пошла и тоже там купила. К тому же еще со скидкой. Мне прям таки повезло. И почему я их купила? Она сказала, слушай, если ты так же страдаешь, как и я, высоким подъемом. Ну, точнее, ты не страдаешь. Такая особенность. Via Aroma 15 – это обувь для тебя. Я целый день на ногах по 6 часов, сказала она. И я не устаю. Вы должны знать, что Via Aroma 15 имеет здесь альцатину. То есть небольшое внутреннее уплотнение. Иногда вынимается. В моем случае не вынимается. Это позволяет якобы получить более красивые ноги. Но это действительно так. То есть мы как будто бы на цыпочках чуть-чуть ходим. Ну и, в общем-то, обеспечить ноге более комфортное шагание. Но я вам могу сказать, что тот случай, о котором я вам рассказывала, когда я приехала, по-моему, из Венеции. То есть я недалеко ездила. И я, честно вам скажу, мне нигде не натерло. Я не могла дойти до машины. Настолько у меня болели ноги. То есть в итоге эта обувь красивая. Она очень популярна. Ее минусом является все-таки высокая цена. И какой-то просто космическая популярность на подделке. То есть вот когда вы видите девушку в моих видео, скорее всего, как раз-таки, это подделка. Вот меня часто спрашивают, Яна, а сумки у итальянок подделки? Под сумки, скорее всего, нет. Я, по крайней мере, вот с шагового расстояния могу сказать, что нет, я не вижу подделок. Хотя, возможно, просто очень хорошо сделаны подделки. А вот сапоги Виаромы подделывают. И на обзорах моих витрин вы, кстати, много раз могли видеть как раз-таки варианты за 120 евро. То есть это не совсем подделка, потому что ведь там не пишет Виаромы 15, это просто реплика, отсылка, что называется. Ну что ж, наверное, многим интересно, что же я купила себе в Заре. Может, никому не интересно, не знаю. В Заре я купила себе этот пиджак. Я его мерила. Состав у него очень хороший. Вы его на мне вот недавно, в недавнем видео видели. И я, знаете, очень довольна, что я его купила. Он доставил мне очень много радости. Я редко сейчас радуюсь, когда я покупаю вещи. Потому что я очень устаю от вещей. И вещи для меня потеряли вот этот вот орел какой-то недоступности. Во-первых, я действительно очень много могу себе позволить. Но, с другой стороны, я вижу, что вот, допустим, тактильно. Вот дайте мне потрогать Зару пиджак. Не знаю, в Сен-Лоран дайте я в Сен-Лоране. Хорошо, много часто бывало, много мерила. Я не отличу, не отличу ни по пуговицам, нигде. Вот дайте мне, что называется, с закрытыми глазами. Ощутить эти вещи я могу предположить. Но, скорее всего, в итоге ошибусь. И то же самое касается кроя. Я, например, очень хотела себе черный пиджак. Прям такой, знаете, на все времена купила. И на 10 лет вперед не думаешь о черном пиджаке. Мне не подошел Селин, мне не подошел Сен-Лоран. Селин мне не подошел по крою. Есть определенный момент, который мне не понравился. Сен-Лоран мне не подошел, потому что у него лацка вот такой опущенный. Я не люблю эти все вариации на тему. Потому что через год это уже будет, что называется, не тема. Потому что уже будет понятно, что это вариация на тему прошлого года. Я, по крайней мере, эти вещи отличаю. Я хотела себе что-то классическое. Не знаю. Так, следующая вещь, которую я не рекомендую покупать однозначно за полную цену. Я себе купила на скидках. И с этими леггинсами, это леггинсы Massimo Dutti. С этими леггинсами, это кожаные леггинсы. Они на сайте Massimo Dutti стоят... Представляете, шоколадку съела. Все, карантин. Орешки в губах, в зубах застревают. Где шоколадка? Хотела бы вам показать. Шоколадка вот такая вот. Линд. С орехами. И да здравствует карантин, да? Все, кто сидели. Кстати, почему решила видео записать? Потому что, когда другие были в карантине, мне казалось некорректно рассказывать, что вот я себе что-то покупаю. Не знаю, мне почему-то казалось, что это некорректно. А сейчас сама села в карантин и решила показать вам свои покупки. А чем еще заниматься? Завтра расхламление буду. Тоже, конечно же, видео запишу. Так вот, эти брюки мне достались. Это леггинсы, на самом деле. Я очень люблю кожаные леггинсы. Не знаю, почему они на левой стороне. Очень люблю кожаные леггинсы. Вот так они выглядят. И я их заказала. У меня подтвердился заказ. И примерно через три дня мне прислала сообщение Массимо Дутти, что на складе в момент формирования заказа этих вещей... Кстати, это часто бывает с некоторыми марками. То есть, они подтверждают тебе заказ. А потом, в момент формирования заказа, то есть, когда уже вещи должны быть загружены в коробку, получается, что этих вещей в наличии нет. Они извиняются, возвращают деньги. И так получилось, что буквально через неделю я снова зашла на сайт. Опять появились эти леггинсы. И я их купила. И купила их еще с большей скидкой. Вот эти леггинсы мне достались за 129 евро, за 139. Я не помню. При изначальной их цене в 300... А я не помню, какая была изначальная цена. Ну, как-то высоковато было для леггинсов Массимо Дутти. Не помню. Мне почему казалось, 399, 400 евро почти. Такое может быть, не знаю. В общем, очень твердый, знаете, так, дермантинчик. Хоть они и натуральные, но ощущение дермантина. Вот на самом деле, в особенности, именно вот с этой стороны, вот мне опять же с застытыми глазами, да, я скажу, дермантин, эко-кожа. Поэтому нет, не советую покупать за полную цену. Они сейчас есть в черном варианте за полную цену. Нет, еще раз нет. Следующую вещь вы на мне видели. Кстати, по поводу на мне видели. Вот на мне новый свитер Фальканьер. И я говорю, что я столько себе накупила, так как-то незаметно. А я, знаете, у меня такая история интересная тоже есть. Есть, я вам сейчас ее расскажу. Я заказала себе обувь с Антони две пары и обувь ТОЦ. Ну, еще что-то заказала. Я даже уже не помню. И вы не поверите, мои посылки отправили обратно. Потому что, когда приехал курьер, не застал нас дома. И потом посылки нужно было забирать пункту диретиру. То есть место, откуда их нужно забрать. То есть один раз приезжает курьер, если тебя не застает, то потом по соглашению ты должен сам поехать и забрать. Вы не поверите. Месяц лежали мои посылки. Моя обувь с Антони, которая, скорее всего, мне бы нигде не жала, не терла. Купленная, конечно же, по суперскидке. И я не смогла доехать. Я то забывала, то у меня не было времени. Я тогда... Мы вышли как раз-таки из красной зоны. Пока мы были в красной зоне, я все это купила. Мы вышли из красной зоны. И все, я решила не тратить на это время. Потом забывала, потом еще что-то. Ну, как всегда. Мои посылки отправили обратно, деньги мне вернули. В тот же период, кстати, но курьер застал меня дома. Мне пришла юбка Валентина. И замолчала я. Юбка Валентина. Она не нуждается в представлении. И вы знаете, она мне не идет. Но мне ее очень хотелось. Она как-то так... Ну, как и все Валентина. Вот Валентина на мне, знаете... Мне бы, кстати, очень хотелось сделать примерку вещей Валентина. Возможно, только об этом записать видео. Валентина очень объемная. То есть вот платье у меня есть. Многим оно понравилось. Кстати, там тоже вот такая характерная деталь. Валентина их очень любит. Такие вещи в крое. Но крой тоже такой необычный. Он узнаваемый. Ну, не знаю. Я люблю, чтобы все было так узо. Узенько, знаете, и однозначно. Поэтому Валентина мне очень нравится. Но такое ощущение, что мне не очень идет. Так, это юбка. Вот брюки. Шикарные брюки. Но я их получила в подарок. Вы на мне их видели. Они тоже очень многим понравились. Я, кстати, в тот день их неудачно закомпоновала. Но, опять же, мне нужно было торопиться. Обувь испортила вся обувь. То есть у меня был хороший образ, красивый, с этими брюками, с бежевым пальто. Но я была в своих черных кроссовочках Adidas. А на примерке я была в белых кроссовках. И вот белые кеды, белые кроссовки подошли. Но у меня не было. Может быть, были, но где-то в гараже. Все как всегда. Я сейчас, кстати, кое-как собрала эти вещи и их кое-как нашла. И, ну да, вот так вот на охоту идти, собак кормить. Вот такая марка. Я о ней рассказывала, когда делала примерку в лакшери хаус. И для меня это открытие. Брюки сидят потрясающе. Я лучшей посадки не видела. Я думала, что гуччи – это лучшая посадка для меня, для моей фигуры. Поэтому я так сокрушаюсь, что полностью поменялась концепция бренда. Кстати, у меня есть ощущение, я этим ощущением с вами делилась, что как раз-таки в Сен-Лоран полностью перенесена концепция гуччи до смены дизайнера, который сейчас творит для гуччи. И мне будет очень интересно примерить брюки, потому что раньше, конечно же, брюки гуччи сидели потрясающе. Они украшали любые ноги. Мои ноги украшали, прям до сих пор сокрушаются. И эти брюки сидят лучше, даже чем гуччи старой школы. Поэтому большое спасибо, Лакшери Хаус. Я очень ценю ваши подарки. Я, на самом деле, никогда не жду подарки, когда мне их делают. Мне так приятно, очень трогательно. Большое спасибо. Следующая вещь. Кстати, многие вещи вы на мне уже видели. Так же, как и те вещи, которые войдут в следующее видео. На сегодня последняя вещь, которую я не знаю, когда надену. Я думала, с мужем мы поедем, и я надену. Но в итоге опять не надела. То погода не позволяла, потому что это тонкое, безподкладочное пальто, которое я вылавливала, прям-таки его не было. Оно было sold out абсолютно. И в итоге удалось мне его купить. И, по-моему, с ним тоже была такая история долгая. Я купила в размере M, потом появился на сайте размер S. Я купила в размере S и вернула размер M. И эта марка, которая тоже явилась на меня открытием, открытием, когда я стала блогером, это Луиза Спаньоли. Марка совершенно не дамская, как можно было бы подумать, не возрастная. Она очень молодежная. Есть очень действительно вещи, которые, наверное, прям-таки транслируют современный молодежный... Ну, не молодежный, наверное, все-таки достаточно юный итальянский стиль. Стиль молодой итальянки. Молодой успешной итальянки после 25 лет. Она, допустим, закончила университет, либо вот-вот закончит. И вот такой стиль. На самом деле рекламная кампания тоже нацелена скорее на более юную аудиторию, чем на более возрастную. Это пальто я вам показывала. Я, кстати, его показывала вам на витринах. На витринах это пальто мне не понравилось. И потом, просматривая, кстати, свои старые видео, я увидела, что на витринах оно фигурировало несколько раз. И потом я просто заметила его на сайте. Оно мне очень понравилось. Я увидела его. А знаете, почему оно мне на манекене не понравилось? Оно было в открытом виде. А я хочу носить так, как на сайте. Закрыто и еще с поясом. Как я люблю вот такой яркий цвет. Поэтому это вот такие мои покупки. И почему я сказала, что это видео концептуально? Потому что я рассказала вам о сапогах в Ярома 15. Я знаю, что очень многие сделали открытие как раз-таки через мои видео именно этой марки. Неоднозначная марка, потому что не так удобно, как хотелось бы. Но при этом смотрится классно. Действительно, в Италии эту марку очень любят. И она на пике своей популярности. Очень мне хотелось рассказать вам про леггинсы Massimo Dutti тоже. Они абсолютно не стоят своих денег полной цены, если говорить о полной цене. Вот 129 евро, это им красная цена. Ну и последняя вещь концептуальная, которая очень для меня не характерна, это как раз-таки то, в чем я сижу. Я не знаю, видно на камеру или нет. Но это, помимо того, что это Махер, а я помните, говорила, Махер никогда не куплю. Даже мерить не буду, если мне в каком-нибудь магазине дадут Махеровый свитер. Потому что потом ты еще полчаса выбираешь из глаз эти пушинки. Кстати, это фальканиери. И не остаются пушинки в глазах. Не знаю, может это какая-то тоже технология. Но этот свитер для меня не характерен тем, что он с люрексом. Вещи с люрексом в Италии очень любят. Из сезона в сезон есть вещи с люрексом. И есть вещи, знаете, с такими мелкими-мелкими пайетками, которые прямо-таки вплетаются в нить. Точнее, нить с пайетками из нее потом делается из этой нити изделие. Эти вещи очень характерны для итальянок. Они предлагаются из сезона в сезон. Такое ощущение, что они никогда не выходят из моды. И вот определенные марки, я думаю, что в фальканиери из их числа предлагают вот такие вещи с люрексом, либо с пайетками мелкими-мелкими-мелкими. И эту вещь я себе купила просто потому, что я представила себя в ней. представила белую юбку. И, возможно, многие вспомнят, я показывала, как я оделась в ресторан, когда мы с мужем ходили, когда еще была возможность. Я была в серой шубе, в этом свитере, в серых сапогах и в белой юбке. Такой был в серых тонах образ. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на этом я с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока!